Короче говоря, контрольная, а точнее продолжение истории жизни про препода и шпоры. Сегодня у меня была контрольная, к которой я была не готова, но у меня был план. Во-первых, еще за 10 минут до окончания предыдущей пары я собрала вещи. Я должна попасть в следующий кабинет первой. Пара закончилась, я ринулась с места. Ведь правильное место на контрольной это залог успеха, особенно когда ты собрался списывать. Особенно когда ты вообще не шаришь в теме. Но тем не менее, попасть в кабинет первой мне удалось. Я заняла самое удобное место на свой взгляд, но я заметила, что стол препода был не на привычном месте, а значит меня будет видно. Недолго думая, я перетащила его туда, где он стоял раньше. И стул рядом на всякий случай тоже. Теперь надо разобраться со шпорами. В этот раз их было много. От одногруппника я услышала гениальный метод, как можно определить, какая шпора для какого варианта подходит на ощупь. Для этого сделайте одну дырку на одной шпоре, две на другой и так далее. Когда вы получите вариант, вы под партой сможете нащупать нужную шпору по количеству выпуклостей. Я такого вообще нигде не видела, надеюсь кому-то будет полезно. Но я не стала так заморачиваться и засунула все в рукава. Телефон я положила в карман. Все, теперь я точно готова. Народ тоже распихивал шпоры. Кто в обувь, кто в подвернутые рукава. Зачем так заморачиваться? Ну а кто-то просто решил списать с телефона. Спустя время пришел препод. У него была рассечена бровь. На наш вопрос, что случилось, он сказал, что собирал можжевельник. Звучало сомнительно. Он раздал листы для контрольной. Начал диктовать вопросы. Пока он диктовал второй и третий вопросы, я искала ответы на первый. Такой темы у меня почему-то не было. Я решила, что потом разберусь и стала искать второй. Нашла. Начала списывать. Я смотрела то в шпору, то на лист, то снова в шпору. Как тот препод оказался прямо около меня и попросил журнал группы. Я чуть не подпрыгнула на месте, потому что вообще не поняла, как он оказался рядом. К тому же шпора лежала прямо около руки. Но он вроде не заметил. Теперь я стала смотреть то в шпору, то на него и лишь изредка в лист. Понять мой почерк становилось сложнее. Но он сам виноват. Кто-то стал пить воду, на что он сказал «Вы там минералочку посасываете или еще что?» Класс начал смеяться. Под шумок я решила списать первый вопрос с телефона. Благодаря поиску по документу я его нашла быстро. И поняла, что это было в одной из шпор просто не в начале. Я же их вообще не читала. Вернее, я их не только не читала, даже не я их делала. Да, я попросила одногруппницу распечатать мне шпоры. Спасибо. Тем временем препод обратил внимание на девочку, которая стала шуршать бумагой. Он сказал, что сейчас осень и ничего удивительного в том, что она перебирает листья. Класс снова посмеялся, а я уже искала третий вопрос. К нему подходили две шпоры, я стала списывать с первой попавшейся. Кто-то начал чихать. На что аллергия? На меня? На мой предмет? Или на универ в целом? В этот момент я поняла, что списываю не то. Я стала искать другую бумажку. Часть шпор осталась в рукаве. Ненужные были в двух карманах. Это не было нигде. Я попросила соседку дать сфоткать свою шпору. И в этот момент меня спалили. Препод сказал сесть на первую парту. Я незаметно взяла и телефон, и шпоры. Списывать на первой парте было некомфортно. Но помогало то, что препод был занят проверкой других работ. В тексте была куча одинаковых слов. И я постоянно сбивалась. Приходилось зачеркивать, перечеркивать. Наконец я досписала. Сдала работу и смотала типа в туалет. Чтобы когда он проверял мою работу, то не смог бы меня что-то спросить. Потому что там была написана просто какая-то дичь. Когда я вернулась, моя работа была проверена. И он сказал, что такого хренового почерка не видел давно. Но у меня зачет по всем трем вопросам. Короче говоря, контрольная. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте пальцы вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну и всем пока. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан.